Ну что друзья, посмотрим. Вес от гусенка пробегусь. Вот. Иногда попадаются совершенно незнакомые фамилии и имена. И тогда я думаю господи я не зря живу. Проверяем все ли тут нормально. Да все. Да есть пара людей которые мне ни о чем ребрик на месте. Когда несколько пара этих они появлялись, я так переживал. Человек который единственный в последние годы меня печатал. Единственный. Ни на что не посмотрел. Как я вас уважаю. Вот. Красивейший журнал. Мне до сих пор это надо будет как-то показать. А я уже показывал нашим друзьям. Так, ладно. Разговорился. Поехали. Данила. Добрый вечер. Колесников. Добрый вечер. Елена. До всем добра. Винограду. Краве. Брат Юрий. Добрый вечер. Шабалдинов. Здоровье. Так. Бухтияров на месте. Арсен Костромлад. Привет. Учителю здоровья. Олег. Олег. Белоруссия. Добрый вечер. Всем зимнего обострения. Хорошо сказал. Так. Татьяна Зыкова. Добрый вечер. Уржимова. Мороз в Тюмени минус 40 целой недели. Вы мне, кстати, чего-то заказали. Спасибо, что доверяете. Борис Соловьев. Добра света. Игорь Сапин. Всем здраво. Юг Белоруссии. О, уже туда добрался мороз. До Белоруссии. Еще и снега нет. Ой-ой-ой-ой. У вас саженцы, у вас деревья не приучены к таким морозам. У вас будут большие потери. Это в Сибири для нас тепло. Минус 30 нормально. Так. Наталья Рыбка. Неужели ничем не опрыскиваете отвредителей? Ой, интересно как. Ну-ка, ну-ка. А, ладно. Там у меня на канале идет своя жизнь. Они не смотрят сюда. Там все сами по себе. Итак, Наталья Рыбка. Ничем не опрыскиваете отвредителей? У меня все плоды подпорчены плодожоркой, так как я не опрыскиваю в этом году. Значит, плодожорка точно та же, как та же самая гусеница. Она ест только неполноценное деревья, в которых... Не деревья, а уже плоды. Вот. Но все-таки от нее полной защиты дерево защититься не может. Вот. Почему? Потому что осина невкусная. Ну, лучше это сделать. Чем вкуснее плод, тем больше шансов, что в него внедрится плодожорка. Вот. А тут уж ничего не поделать. И у меня другой способ. Конечно, я не опрыскиваю чуть-чуть буду. Травить червей, травить муравьев, травить детей, себя. Нет. Принцип тот же. Садить и больше. Вот и все. У меня нет другого выхода. Другой подсказки. Так, першики я укрыла. С... Пан Бонд. Пан Бонд там. Думаю, перезимует. Ну, будем надеяться. Писи все-таки облетели к декабрю. Хорошо. Арсен. Спасибо. Подтвердили мои догадки. Виктор. Здравствуйте, Олег. Отчетите. Расскажите про грушу памяти Владимкова. Значит, дело в чем. Получил от него очередь. И один из них... Как был... Это к счастью. Было бы название понятное. Допустим. Груша очень вкусная. А здесь случилось следующее. Ну, что ты будешь делать? На бирку повесил. До плодоношения не обращал внимания. Наконец, заплодоносил. И тогда, я думаю, надо посмотреть, что же на бирке написано. А то это мой принцип. Не подходить и не смотреть. Я все равно ничего себе не делаю. Вот. Сами по себе. Я сам по себе. Привитые деревья не нуждаются ни в чем. Ни в ваших подкормках, подсказках, опрысканях. Привитые. Им по двое дает все. По двое дает все. Естественно, по двое сеется. Ну, крайне в случае корневой отводки, которая тоже хорошая. Вот. Это же вам не эти, не долбаные эти. Самые. Кокарниковые подвои. Придумать же такое. Ну, ладно, там, в садах промышленных. Занимайтесь. За несколько лет себя окупает. Ну, датчики-то в чем виноваты? Нам же внукам оставлять надо. Какие там эти? Пхух. Ну, вы поняли, чем вещь идет. Для нас только сельцевая подвоя. И, в крайне в случае корневой отводки. Так вот, я к чему это сказал. Вот. Груша памяти Латинкова. Заплы наносила. Оказалось вкуснейшая. Но она не называлась памятью Латинкова. Она называлась... Я и так, и так, и эту бирку и так вертел. И их ногами переворачивал. Лектер. Я в интернет нет такого сорта. Я вот там рядом. Лектор, локтор, луктор. Вот. Вдруг я ошибся. Или вот. Получается, что я не знаю такого сорта. А так как они все равно, даже по двое особо. Может, столько и добавилось, добавилось. Урожай ежегодный, ежегодный. Вот. Не морозостойкость для Сибири удовлетворительна. Я тогда взял и написал. Ну, надо же как-то узнакомить. Не узнакомить, а увековечить память выдающегося садовода Латинкова. Ему правительство должно было этим заниматься. Выкупить сад, поставить памяти. Давайте его жене вдове миллионов десять сказать. Хватит уже горбатиться. Хватит. Вы уже с Гаррием, с Юрием уже такого дотворили. Теперь только по санаториям ездить. Все. Вот он, десять миллионов, двадцать миллионов. Сад забирает полностью этот самый. Наука, их задача в ближайшие годы. Все семена, все червяки, все оттуда забрать. Или вариант Б. Огородить высоким забором. Вот. Охрану туда и назвать. Научный сад. И памяти Латинкова. Имени Латинкова. Вот это должно было быть. А пока только я не догадался. Назвать. И рассказал вам как. Откуда взялась груша памяти Латинкова. Царство небесного. Выдающемуся садоводу. И моему другу. Невероятного качества друга. Елена Тимофеева. Валерий Константинович. Все, что вы рассказываете, одинаково относится к деревьям, которые выращены из семи всяких, а к деревьям, которые выращены из саженцев. Нет. В идеале. Это. Деревья выращены из семечек косточек. На месте. Вот. Уже. Те, которые были пересажены. Хоть раз. А саженцы. Значит. Они были пересажены. Значит. Они переехали откуда-то. Куда-то. И тут проблемы. 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 Вот. Они более. Зависимы от первокремительских условий. Они более зависимы. Хуже хотя бы потому, что любой пересаженный саженец, это калека. Я говорю, этого не смущаюсь. Не смущаюсь того, что все равно. Это калека лучше, чем ничего. Вот. Умеете выращивать? Начинайте с косточек. Нет. Покупайте саженцы. 10-20 лет будете покупаться в плодах, а там видно будет. Влад Нижний Новгород. Валерий Курцинович. Выбрали чертист розмарина для процедуры наслоения и сразу доставиться без проверки. Хе. Нормально. Вот. И так, и так. Значит. Вначале я все-таки дождался первого плодоношения. Вот. Когда я дождался плодоношения, я сказал себе, меня не обманули. Это розмарин. Раз. Потом, значит, сейчас пошло уже. Так как я говорю, этого достаточно, чтобы с помощью прививок на такие же, подчеркиваю, подвои получать результаты не хуже, а учитывая, что это следующее поколение, еще и лучше, еще устойчивее. И как там вспоминали Вичурина, подвои влияют, дикари будут. Никогда. Те, все, кто купил у Сергея саженцы под названием этого под названием розмарин, и те, кто купил у меня чередки, никогда ни один не будут разочарованы. Точка. Так. Елена Тимофеевна. Ходи, как отличить почки, чтобы понять, будет урожай насыщий, будет или нет, или по почкам не понять. У меня, Влад, я деревья, но уходите из вашего сада. Во-первых, есть деревья, где они прям вопиют. Вот, я вам показывал, ну, в общем, это надо отдельную тему, отдельно показать. Вот серенок абрикоса, он до самых верхушек в плодовых почках. Вот серенок шеливы, не обязательно до самых верхушек. Но я вам показывал уже. Вроде бы и нету, а я в воду поставил, а вот на улице март, на подоконнике март, и вот уже, смотришь, цветочки, ага, значит, плодовая веточка. Вот, с яблодими, бывает, не одной, а кончики окажутся плодовыми. А так смотришь, вот там 10, 20, 30, 40, цветочек, ой, почек, они все обычные. И одной нет плодовыми, а потом раз, и действительно, ну, на кончике цветёт. Вот так вот, поэтому можно понять и понять, и не понять. Так, Капивин, Сергей Владимирович. Здравствуйте, Виктор Васильевич, объясните, пожалуйста, почему яблони посажено семечко, это сядет плодовыми на 10-й год жизни, в чём причина. Так, пойду до кухни, до минутку, то всё, у меня начался этот чёрт-то габарит, хоть закрывай лавочку, да, и всё делать. Отдайте мне возможность, минутный перерыв, а то снять для шмаркаться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сижу перед лавой, позорюсь. Простите, так, что там было написано, почему яблоня, посаженная семечка начинает плодосить на десятый год жизни, во-первых, не обязательно на десятый, можно может на пятый, шестой, десятый, двадцатый и даже на двадцать пятый, значит, вспомним и вернемся обратно к нашему классику, вот, а может быть не стоит уже возвращаться, ну, вспоминаем его, это, в его книге, что было написано, вот, примените пытки, страдания, а дальше я боюсь говорить, если дерево не трогать, да, в среднем лет десять получается, в среднем, вот, в среднем, а, и результат не предсказуем, просто интересно, и, как правило, они скормнее, чем родители, тоже верно, и что получается, ну, во-первых, для того мы и это, учим вас прививать, мои любители, вот, я уже не знаю, есть ли еще в этих институтах тех, кто занимается настолько всерьез, как мы это делаем, ну, нет, прививают, но зачем-то потом берут, делают метр-штампы, я тогда решаю дерево возможности развиваться, вот, прижиматься к земле, когда морозы, когда ветер, вот, а варганный ветер такие деревья ломает, вот, это меня всегда даже пугает, вот, а приобретение по отношению, ну, может быть, здесь-то оно как-то не грешно, искалящее дерево, и специальная технология перевод с расстройства на плодовые веточки, ну, можете в другой раз найду несколько фотографий, кого не, а я сколько раз зарекался, не учить, не учить этому, не учить, просто приватить, и тогда вам не придется заниматься калечением дерева, уже сама привык, уже калека, этого достаточно, так, что логично правильно проведутся на плодоношение, Арсенов, молодец, вот, Лобасов, добрый вечер всем, так, Копивин, вернули утверждение, что, если плодовое дерево после сухого овощения уходит зима с листьями, то оно не подготовилось к зиме и может замерзнуть, нет, не верно, дело в том, что сухая осень, как правило, это лично-то избрасывает, потому что им нет смысла держаться, а вот мокрая осень, вот это черт из два упадут, так и уйдут зиму, и дерево еще погибнет, и просто почки подпорчены будут, и ростовые, и цветочные, когда сухая осень, это ладно, вот, все равно, как правило, даже в Сибири успевает, так что это неверное утверждение, если брать чисто вот, вот именно вот так формулировку, то это неверно. Народ видели новый закон о красных книжных растениях, лужицкая моря консульство доходит, похоже, теперь даже покупка их кончик незакона. Вы знаете, я всему верю, 10 лет до теперь дают за некоторые грибы. Отличить гриб красных книжных от просто гриба практически невозможно. Я смотрел на эти фотографии или что-то, и любой из нас, кто пойдет в лес, может выйти через 10 лет оттуда. Давайте так, Николай, покажите нам этот закон, а то я от любого почта умру, вы будете виноваты, а потом будем дальше продолжать эту тему, ладно? Так, Игорь Шафин, не Белоруссия. А, БР, это Башкирская республика. Ну, простите, белорусы также пишут, БР. Так, что я прошу прощения. Ну, 30 градусов, тогда вы про 30 градусов, тогда вам еще повезло. Дмитрий. Так, вы, там, я надеюсь, это манибатова, вот это вот письмо ваше. Так, ладно, смотрим Петрулин. Валерий Косеев, задавал вам видео вопрос, который я вам назад, что делать, если однолетний привой диаметром 12 сантиметров. Да, это очень много. Это как раз вот пальцы. Как что делать? Искать для него подходящий подвой, потому что, ну, как привать на веточку, которая вот точьше. Вот, но я такие не высылаю, так что на меня не это. На меня не смотрите, как на врага. Я такие не высылаю. А, два последних случая. Один в Беларуси. Да, вышел. Ну, там не дотягивает до 12-16. Но я сказал своей помощи. Самые толстые. А самые толстые там были 8-10 сантиметров. Биллиметр, биллиметр. Так, Дмитрий, клавиатура. Про красок нижний растений, в том, на разных формах. Предлагаю переименование в Дикие Гелеварианты. Я ничего не предлагаю. Я еще не вижу, что это грех, что это преступление. То, что я косточки рассылаю. Так. Николай, для моего гиприды покупать. Петрович, извиняюсь, я пропаду. А, то есть, все-таки теперь так. Одновременно у вас все-таки не прямой. А по 2-12 сантиметров. Да, это нормально. Вот еще раз. Можно по две веточки втыкать. Прощем. Вот. Там уж и по обстановке. Вот я когда... В самом начале, вспомните... Вот как раз такой случай. Раз уж так получилось, что фотография подходящая недалеко. Вот где-то примерно... Сейчас покажу 10 миллиметров. Вот сейчас примерно. Вот это где-то. Вот видите. Вот так вот в расчет. Или вот такие прямые покупать у меня. Еще раз. Вот такие вот. Значит, с 10 миллиметров. Или вот так вот. Вот это вот, чем вы. Любуйтесь. Любуйтесь. Вот так вот. Тоже неплохо. Так, идем дальше. Зачем вы остановились? Ну, раз вы пропаду, то я ответ ответил. Так, Александр пишет. Значит, ждем, что пишет Александр и отдыхаем. Так, чего-то Юрий прислал, брат мой. Это потом. Я никогда во время таких трансляций я не захожу к себе в WhatsApp. Там множество этих, телефонов. Они все любят их, это, светить эти телефоны. Время такое. Не знаешь, откуда прилетит. Так, вот теперь что, Александр. Наверное, уже ответ готов. Болерусский абрикос в том списке давным-давно просто отнести добавление в список охраняемых. То есть, заход здесь, как всегда, вернее, не работает. Сставляйте спокойно и не забивайте голову, это мне. Никто никого не проверяет, не ходит, даже если повесить табличку без русского абрикоса. Мы все равно садим гибриды, а не тот, что в заходе. Ну, давайте так. Болерусский абрикос в природе исчезающий вид. Наверное, о нем речь идет. Речь идет о Болерусском абрикосе, который растет в Болерусской тайге. Согласно? Вот. Так что к нам он никакого отношения не имеет. Если я размножил, мне должны поставить памятник, раз, дать премию, два, вот, за то, что их становится более вне железа больше в десятки, в сотни раз. Вот. Я же Тайгу не езжу, чтобы их, этих, бельжурские абрикосы собирать, и там, это. Ну, в принципе, их там, если собирать, наоборот, полезно. Так, ну, сейчас давайте, Николай, мы вот эти не будем открывать, мы уже поняли вас. именно так, что в тайге, бельжурский абрикос под защитой. В тайге. Мы его разложаем, мы рассылаем, вот, разложаем в десятки, в сотни раз, мы делаем благое дело. Вот. И закон про красотки, уже к нам не вообще просто отношения не имеют. А если будет иметь, да, поменяем название. Если там найдутся дураки, вот, которые начнутся, это же, бахать шашкой. Так, теперь Лобасова, вот, и Николай пишут, пишут, ждем. Там не смешать некуда. Мы бы сейчас отводим на эти, на диалоги. Вот. Высоции так. Ждем, ждем, ждем. Так, что там делать нечего пока. Пока. возвращаемся где бы были. Так. Ждем, пока не пишут. Не знаю, как вам, а мне понравилось, как я сегодня, как переживал, что не смогу нанести саму, вот этот, сам смысл. Это было очень нелегко, поэтому было так много слов сказано. Однозначного еще нет. Нельзя рубить с плеча. Вот так и все, и точка. Еще один товарищ пишет. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. Так, за блоками. Так, за блоками. Ах, дождались. Лобасов. Валерий Васильевич, растут груши, не ваши, уже плодоносят. Ну, каждый год болеют ржавчины. Правильно? А эти же не мои. Шутка. В землю откинул до первых корней. Ям. По сути, нет. По сути, большая вероятность, что они растут на клоновом подвое. Вопрос. Если вырастить семенной подвой, стоит ли брать для прибыли черники с этих груш или поискать со здоровых деревьев или заказывать? Что поближе к вам, то и надо. Если они, даже если болеют, это еще не значит, что потом все будет болеть. Вот. Дело в том, что они просто себя плохо чувствуют. Поэтому первым делом с них возьмите. Черники на прививку. Это самый простой вот уже. Вот. А вы дальше пишите. Или искать со здоровых, а потом еще не со здоровых. Или заказывать, а потом заказывать у вас. Заказывайте у нас. Но. Если вы их уже получаете пробовали, вы пишите, плодоносит. Если они действительно так стоят того, тогда стоит рисковать. И болезнь может не передаться. Почему? Потому что ржавчина это грибное заболевание. И ей болеют больные деревья, больные листья. Вот. Это не значит, что если у вас дерево обычно как, дождались зимы, листья сброшены, это же больные. Смотрите, вовремя уснули, дождались двадцатик градусов морозов. Больше нельзя, опасно, и меньше нельзя. Двадцатик градусов морозов. Срезали ветки. В это время дерево практически обеззаражено. и откладываете, то есть прячем погреб, кислой привать. Ну, и это не исключает поискать здоровое деревье, не заключает, и это не исключает заказ уже. Ответил, как мог. Аппирин. Ассибирь относится к летней, осенней или зимней яблони. Аналогичный вопрос про грушу шуришку. Яблони относится осенней, грушу шуришку, летней, осенней. Еще коротко. Вот. Вы говорили, что желательно, чтобы подвое превышло подали по периоду плодоношения. Правильно? Нет, не совсем правильно. Перед начальником первая характеристика это время сведения. И от него часто зависит. Раньше сведет, раньше заплодоносит. Созреет плоды, позже сведет, позже заплодоносит. Есть такое понятие закономерное. Подвое может это соотношение менять туда или сюда. Поэтому надо подходить или сознательным, или а, что будет, то будет. Я придерживаю второго принципа. Что будет, то будет. Так, ребят, по-моему, закончили? По-моему. Никто больше не пишет. Людей все меньше. Устали. Пора закругляться. Извините, Николай, что я не стал открывать вот это вот. Вот. Я буду сейчас себе копировать. себе копировать. Потому что я потом даже выйти не смогу. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот одну я скопировал. И вот вторую. Я потом буду разбираться с этим видео. Ладно. Вот таким вот образом. Вот. Ну, что, друзья. Давайте прощаться. Но ненадолго. До следующего понедельника. До свидания. Вот. С вас заказы на чередки, на консульские, на книги. У меня уже две недели, где-то, где дети купили. Непорядок. Вот. И пока все. Спокойно. друзья, соберяки, дальневосточники, хорошо провести. Вечер, дорогие европейцы. До свидания. До свидания.